МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Нижегородский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и двух бывших сотрудников МВД. Заседание проходит в ежедневном режиме по несколько часов. Накануне состоялось еще одно заседание, но уже в Нижегородском областном суде. Как заявляют адвокаты защиты, подсудимые в течение всего дня содержались в холодной клетке. Олег Сорокин пробыл в ней без верхней одежды три часа. Кроме того, обвиняемому, в том числе страдающим диабетом, не была предоставлена возможность даже пообедать. В итоге суд оставил без изменений решение о содержании Олега Сорокина, Романа Маркеева и Евгения Воронина под стражей до 1 апреля 2019 года. В течение всего дня подсудимые содержались в холодной клетке. Во-первых, это была клетка. Во-вторых, она была холодная. Там реально была уличная температура, по их заявлению. Они много раз об этом заявляли. Более того, первые три часа Сорокин содержался там без верхней одежды, что явно, на наш взгляд, было бесчеловечным обращением, имеют все признаки пытки. Во-вторых, все время судебного разбирательства, которое было около 7 часов, соответственно, и подсудимые, и, собственно, все участники процесса, как минимум со стороны защиты, были без приема пищи. В том числе подсудимые, которые страдают диабетом, соответственно, им показан обязательный прием пищи каждые три часа. Сегодня, 1 февраля, школы Нижнего Новгорода начали принимать документы на запись в первый класс. Сначала в образовательные учреждения будут приняты дети, льготников и по месту регистрации. Заявление можно подать до 30 июня в самой школе, согласно расписанию, или на портале госуслуги. Если в классе будет недобор учеников, то на свободные места смогут претендовать родители, чьи дети не закреплены территориально за школой. Запись для них будет вестись с 1 июля до 5 сентября. Первоочередная запись, конечно же, идет детей в первый класс. Это детей из многодетных семей, детей военнослужащих и детей сотрудников полиции. Эта запись ведется детей, проживающих на территории, закрепленных на территории образовательного учреждения с 1 февраля по 30 июня. С 1 июля начинается прием детей на свободные места уже с территории, которые не закреплены за образовательным учреждением. Часто задают вопрос, что какие предпочтения, какие школы, ведь у нас есть лицеи, есть гимназии, есть обычные школы. Я хочу сказать, что категория, уровень образования, все зависит, конечно же, исключительно от наших детей. Везде уровень образования дают одинаково. Перспективы развития российского футбола обсудили в Нижнем Новгороде. Сегодня город посетил генеральный директор «Газпромнефти» Александр Дюков. Он стал единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза. Выборы состоятся 22 февраля. Отмечу, что с 2008 по 2017 годы он являлся президентом питерского «Зенита», а также возглавляет комитет развития футбола РФС. Дюков провел двухчасовую встречу с руководителями региональных федераций футбольного союза при Волжье. Вместе они обсудили реализацию профильной стратегии до 2030 года, развитие детских спортивных школ и перспективы выхода футбольного клуба «Нижний Новгород» в премьер-лигу. С футболом нижегородским я прекрасно знаком и в свое время в российской премьер-лиге играл в футбольный клуб «Волга» и играл достаточно успешно. И если говорить о «Зените», о матчах «Зенита» с «Волгой», они всегда были драматичными. Наверное, самый драматичный матч был в ноябре 2012 года, когда был счет 1-0, потом «Зенит» пропустил, и уже в дополнительное компенсированное время один брат забил другому. Это был красивый гол. Но это одно из таких ярких воспоминаний, их, конечно, было много. И, безусловно, если говорить о клубе «Нижнем Новгороде», и ставя себя на позицию руководителя премьер-лиги, господина Пряткина, я бы, наверное, конечно, хотел бы, чтобы этот клуб играл в премьер-лиге, потому что у клуба есть все необходимое для того, чтобы присутствовать в премьер-лиге. Нижний Новгород готовится принять сразу два громких спортивных мероприятия. 8 февраля в поселке Окский берег пройдет 37-я лыжная гонка «Лыжня России» и 8-й фестиваль зимних видов спорта. В этом году в них примут участие около 15 тысяч нижегородцев. Запланировано несколько традиционных стартов на 5 и 10 километров, а также на дистанцию 2019 метров. К участию приглашаются абсолютно все – дети, взрослые, а также профессиональные спортсмены. Последний усиленно тренируется на Щелковском хуторе. Отмечу, что раньше гонка проходила именно там, но после того, как участников стало больше, масс-старт вынесли за пределы города. «Одна из причин, что переехали в Окский берег, это то, что здесь очень мало места. На Щелковском хуторе у нас нет здесь лыжного стадиона. Вот сзади нас находится ФОК. Мы раньше стартовали здесь, сейчас построен ФОК. Очень мало места, с каждым годом народу прибавляется. Если начиналось все с трех, потом шесть тысяч людей. В прошлом году было десять. Тренировки на лыжах – это имеют закаливающийся такой характер, да, повышение функциональных возможностей организма. Поэтому это тоже всем полезно. Поэтому приглашаем всех не бояться брать лыжи, есть прокаты, покупать в магазинах и выходить на трассы Щелковского хутора, там, Дубрауна, неважно, где, главное – выходить». На этом наш выпуск завершен. Больше новостей на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова